МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон 22 ноября, а при осуществлении охоты с подружейными собаками и ловчими птицами сезон начнется чуть раньше, уже 8 августа. Поэтому у охотников есть почти 4 месяца для того, чтобы насладиться вдоволь любимым хобби. Охота разрешена на всех охотничьих угодьях Ставропольского края. И об этом подробнее мы поговорим с Алексеем Сергеевичем Плесневых, начальником отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Рады вас приветствовать, тем более с темой, которая, ну, можно сказать, хорошая, положительная, особенно для многих наших телезрителей, потому что, я уверена, среди них тоже есть охотники. Итак, сезон охоты начинается с 15 августа, с 8 августа сезон охоты начинается с подружейными собаками и ловчими птицами. Вот подробнее об этом, пожалуйста. Почему такое разделение? Да, хорошо, Мария, вопрос понятен. Спасибо. Значит, действительно, с 8 числа и с 15 августа начинается у нас старт большого сезона охоты. Это летняя, осенняя и осенняя зимняя охота. И традиционно для территории Ставропольского края охота традиционная наша начинается именно с охоты на степную полевую дичь. Да, есть у нас некоторые разделения, федеральное законодательство нам это позволяет. Поощрить и примировать охотников, которые радеют за охотничье собаководство, которые прилагают максимум усилий, своих трудов и времени, вкладывая свои силы и время, вкладывая в содержание, воспитание своих питомцев, то есть собак охотничьих порог. Это подружейные собаки. И в связи с этим есть такое примирование на законодательной базе. И на неделю раньше у нас открывается охота именно с этими нашими помощниками. Ну что ж, можно поздравить всех охотников Ставропольского края с открытием сезона охоты. Итак, открытие сезона охоты на степную и полевую дичь. Какие именно виды животных это у нас на Ставрополье? Я вот вкратце уже сказала, но может быть есть что добавить? Да, конечно. Традиционно для Ставропольского края видами степной и полевой дичи у нас являются голуби, горлицы и перепел. Перепел обыкновенный. Это, наверное, массовый вид и самый популярный для охоты на степную и полевую дичь. Ну, соответственно, голуби и горлицы. Из голубей яркие представители охоты это вяхер и сизый голубь. Из горлиц это у нас кольчатая горлица и до недавнего времени у нас еще была охотничьим видом это обыкновенная горлица. С февраля месяца, вернее, с марта приказом Минприроды России обыкновенная горлица введена в перечень охраняемых, то есть краснокнижных видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Таким образом, начиная с сегодняшнего сезона охоты на степную и полевую дичь 2020 года, на нее охота полностью на территории страны запрещена. За добычу данного вида, сразу хочу отметить, за добычу данного вида предусмотрена уголовная ответственность по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому призываю охотников, которые выйдут на охоту, будут охотиться, которые охотятся на голубей горлиц, быть внимательнее при производстве выстрела. Все остальные вышеперечисленные виды птиц и полевой дичи разрешены для охоты. И, как я понимаю, несмотря на это, все-таки существуют какие-то правила. Каким образом министерство контролирует именно процесс охоты? Я уверена, что проходят какие-нибудь рейды. Вопрос понятен. Спасибо. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, я немножко начну издалека, чтобы было понимание о структуре охотничьих угодий и о структуре их охраны. На территории Ставропольского края сформировано 112 охотничьих угодий. 30 из них – это общедоступные государственные охотничьи угодья. И 82 охотничьих угодья предоставлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ведения охотничьего хозяйства. В министерстве существует охотнодзор. Если сказать сокращенно о номиновании нашего отдела, естественно, на земле осуществляется охотничий государственный надзор инспекторским составом. В каждом районе Ставропольского края есть инспектор, который как раз таки и осуществляет возложенные на нас полномочия по охотничьему надзору. В том числе и на закрепленных охотничьих угодьях за юридическими лицами. Но помимо нашего присутствия в охотничьих угодьях на территории закрепленных за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, штатным составом, егерским, производственным охотничьим, инспекторским составом юридических лиц, также осуществляется контроль за соблюдением правил охоты и нахождением охотников в угодьях. Вот подобнее об этих правилах, пожалуйста, подробнее. Какие существуют правила? Значит, здесь тоже немножко нужно начать издалека. И в первую очередь это будет полезным для начинающих охотников. И, естественно, напоминанием для всех уже с опытом, со стажем производства охоты. Для того, чтобы осуществлять охоту на территории охотничьего угодья, каждый охотник при себе должен иметь охотничий билет единого федерального образца, разрешение наношения охотничьего оружия, потому что охота производится с применением охотничьего оружия, также разрешение на добычу охотничьих ресурсов. В случае производства охоты в закрепленных охотничьих угодьях еще нужна и путевка, так называемый договор оказания услуг перед ведением охотничьего хозяйства. В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указывается суточная норма добычи тех видов, которые указаны в разрешении. То есть сколько охотник может за день охоты добыть того вида охотничьих ресурсов, который указан у него в разрешении, то есть периковый или голубейки или горлиц. Естественно, то, что прописано в разрешении, нельзя нарушать количество добытых особей или же границы охотничьих угодьях, на территории которых выдано ему разрешение на добычу. Если сказать об ответственности, то предусмотрена ответственность кодексам об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.37. Значит, за нарушение это до 4 тысяч рублей, плюс, естественно, еще и возмещение ущерба нанесенной от окружающей среды. Будет рассчитано. В случае обнаружения нарушений, какие дальше действия у охотника? При получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов и выезда в охотничьи угодья, естественно, охотник с необходимым пакетом документов получает не только право охоты и добычи охотничьих ресурсов, но у него еще и появляются обязанности. Обязанности по соблюдению правил охоты, обязанности по введению себя или правилам поведения себя в охотничьих угодьях. Естественно, охотничьим законодательством прописаны простые истины, что необходимо, какие действия необходимо произвести охотнику для того, чтобы предоставить какие документы охотничьему инспектору или работнику юридического лица для проверки. Если необходимые у него документы нет, если же выявлено нарушение охотникам каких-то норм законодательства, правил охоты, параметров охоты, инспекторам на месте, составляется протокол об административном правонарушении и передается уже сюда к нам в Ставрополь. Работники юридических лиц составляют акт о нарушении и передают эти документы все нам. А мы уже нарушителя вызываем и проводим процессуальные действия. Охота разрешена на всех охотничьих угодьях Ставропольского края. Особенно, опять же, это будет интересно и полезно знать начинающим охотникам. Есть ли где-нибудь карта, где они могут увидеть, где разрешена охота? Да, конечно. Помимо того, что карта размещена у нас на первом этаже по адресу город Ставрополь, улица Голенева, 18, она еще у нас есть на официальном сайте МПР-26 в разделе «Охота и рыбалка», «Охотничьи угодья». Интерактивная карта, цветами обозначены и общедоступные охотничьи угодья, и закрепленные охотничьи угодья. Если пройти по легенде карты, можно для себя найти очень много полезного. То есть и места расповяжения зон охраны охотничьих угодий, там, где охота спортивно-любительская запрещена. То есть это будет нарушение правил охоты. Также можно изучить границы особо охраняемых природных территорий, на которых охота запрещена. И дабы исключить, может быть, даже и непреднамеренное нарушение правил охоты, необходимо, конечно же, любому охотнику еще раз освежить у себя в памяти места расположения особо охраняемых природных территорий, места расположения и границы зон охраны охотничьих угодий. Потому что в первую очередь это необходимо для самого охотника, чтобы не быть случайным нарушителем, а также для того, чтобы быть всегда в курсе актуальной информации. Почему? Потому что зона охраны охотничьих присутствовала – это живой организм. И периодически происходит изменение границ зон охраны. Ну, я думаю, что у наших охотников, телезрителей есть еще время подготовиться к сезону охоты, собрать весь перечень документов и ознакомиться с границами территории, где разрешена охота. Но немножко, если отклониться от темы, стартовал сезон охоты на степную дичь. И все-таки уверена, что многие наши не охотники, телезрители, волнуются о популяции этой степной дичи. Министерство как-нибудь контролирует этот процесс? Министерство контролирует вопрос этот ежегодно силами инспекторского состава, силами охотпользователей, ну или сотрудников охотпользователей. Мы проводим, а также силами дирекции особоохраняемых природных территорий, егерским составом, проводим ежегодный мониторинг численности охотничьих ресурсов. И на основании этих данных принимается решение, в том числе и об установлении ограничений охоты на определенных территориях и в отношении определенного охотничьего ресурса. Поэтому мы заходим с изменениями в наши краевые нормативно-правовые акты и где-то ограничиваем, если видим снижение численности локальной популяции на территории конкретного охотничьего угодья. Эта работа у нас проводится ежегодно. И перед тем, как охотники будут получать у нас разрешение, мы вывешиваем эту информацию и у нас на сайте в разделе охоты и рыбалка, и в пунктах приема граждан, не только Горниево-18, но и все районы нашего края. Поэтому охотники ознакомлены со всеми нашими изменениями, где будет ограничена охота, какая норма добычи суточная на одного охотника и какого вида охотничьих ресурсов. То есть с нами проводится огромная, тропотливая, ежегодная, ежедневная работа в этом направлении. Ну, по опыту прошлых лет, охотников, любителей охоты, у нас в Ставропольском крае много, достаточно, хватает? Вы знаете, министерство начало проводить работу с 2011 года по выдаче охотничьего билета единого федерального образца. За этот период министерствам было выдано около 80 тысяч билетов. То есть можно сказать о том, что у нас 80 тысяч охотников в крае. Но активных охотников, которые начинают охоту или производство охоты с августа месяца и заканчивают в феврале, порядка 35-40 тысяч, то есть где-то половина. Ну, не секрет, что Ставропольский край популярен, я уверена, по всей России, потому что и курорты Кавказских минеральных вод привлекают туристов. Есть ли такое понятие, как туристическая охота? Приезжают ли к нам, охотятся из других регионов? И возможно ли это? Да, такая возможность есть. Еще раз вернусь к охотничьему билету единого федерального образца. Неважно, в каком субъекте Российской Федерации он был выдан и получен охотникам, он действует на территории всей Российской Федерации. И так как наши охотники могут поехать в любой другой субъект, так как к нам могут приехать охотничий внутренний туризм. Внутренний – это между субъектами, не иностранные граждане, а внутренний туризм. У нас развивается, активно развивается, и популярностью пользуются это направление по степной полевой дичи. Опять-таки, это регион Кавказских минеральных вод, Андроповский район, Кочуевский район и окрестностей города Ставрополя, потому что здесь наибольшая плотность перепела, которая является наиболее популярным из перечисленных нами сегодня видов. Что касается Кумамановской фарни, она была, славится и давно славится, была и будет охотничьей меккой по водоплавающей и болотно-луговой дичи. Охотники едут в наш Апанасенковский, Арсгирский, Туркменские районы, Левокумский. Со всех уголков, в том числе не только Европейской России, но и Урала или Заболжья. Развиваются активно, поэтому очень много к нам приезжает. Ну и это, я думаю, замечательно для Ставропольского края. Все-таки внутренний туризм развивается не только в плане туризма курортного, но и охотничьего. Пользуется ли популярностью? Получается, как я поняла, пользуется популярностью Ставропольский край среди охотников из других регионов. Да, пользуется. И езжной туризм только развивается. То есть, если мы проведем анализ, выданных разрешений охотникам из других субъектов, он с каждым годом только нарастает. Нам хотят и едут. Давайте обобщим нашу беседу сейчас. Напомним все правила для начинающих охотников, для охотников со стажем. Есть ли у них еще время собрать все документы? К кому обратиться, если вдруг возникли какие-то сложности? Где найти всю полезную информацию? Давайте подведем итог. Итак, для того, чтобы выйти на охоту, нужно иметь охотничий билет, разрешение на ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и в случае производства охоты на закрепленных охотничьих угодьях путевку. Далее, чтобы быть невольным нарушителем, необходимо ознакомиться на нашем сайте с картой охотничьих угодий, с границами зон охраны охотничьих угодий и с границами особо охраняемых природных территорий. Следующий момент. Также разрешение и консультации по выдаче разрешений можно получить у нас в министерстве по номеру 94-73-28. Мы осуществляем выдачу разрешений не только при личном приеме, но и через МФЦ и на региональном портале государственного услуга. Ну и какие-нибудь советы охотникам, как представителям Министерства охраны окружающих средств Вербайского края? Что с собой взять, чтобы охота прошла действительно успешно? Как себя вести? Что с собой взять и как себя вести? Хороший вопрос, наверное, начнем со второго пункта. Обязательное условие на охоте с применением оружия – это безопасность. Поэтому соблюдайте все меры безопасности и предосторожности с обращением с охотничьим оружием. Это позволит сохранить не только вам жизнь, не только вашим близким, но и вашим питомцам, собакам. Также хочу напомнить для всех охотников, что на территории Ставропольского края введен особый противопожарный режим. Поэтому попрошу каждого из вас не разводить костров. Если вы увидите какое-то возгорание, то сообщайте нам на зеленую линию в МЧС по номеру 112. Любыми способами сообщите о данном возгорании, чтобы предотвратить несчастные случаи. И только можно представить, какие последствия могут быть от этого. Берегите природу, и это самое главное. Совершенно верно. Вот вы знаете, если говорить о… Все-таки стартует сезон охоты, и для охотников это настоящий праздник, и, может быть, даже для некоторых какой-то волнительный момент, для тех, может быть, новичков, которые только вступают на этот путь. И у актеров, например, принято говорить ни пуха, ни пюра, если у них стартует премьера какая-нибудь. Вот есть ли премьера у охотников? Что обычно говорят? Удачи? Нет. Актеры, наверное, позаимствовали именно эту фразу у охотников. Потому что еще в далекие-далекие времена, да, любой охотник был суеверным человеком. И для того, чтобы сопутствовала на охотничьей тропе ему удача, всегда, наоборот, отводили глаз в сторону именно этой фразы. Ни пуха, ни пера. Желая обратного. Сейчас, конечно, времена изменились, но вот нравы остались. И как раз-таки такое пожелание, и до сих пор существует ни пуха, ни пера, это как раз-таки в дорогу охотнику на охотничью тропу. Ну что ж, ни пуха, ни пера, я еще пожелаю нашим телезрителям-охотникам под конец программы. А пока еще хотелось бы спросить. Вот стартует сезон охоты на степную дичь в августе, закончится он в ноябре. А что дальше? Какие дальше могут строить свои планы охотники на будущее? Да, как я сказал, сезон охоты на степную полевую дичь дает старт летне-осеннее, осенне-зимней охоты. У нас в сентябре месяце, а точнее 26 сентября и по 31 декабря стартует и будет осуществляться сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь. То есть тут сроки немного перекликаются. Далее у нас будет производиться охота с 7 ноября и по 28 февраля на зайца русака и пушных животных. То есть охотников ждет практически полгода беспрерывного нахождения в природе. Самое главное, чтобы у нашего охотника было время туда попасть. Как можно больше этого времени, потому что, как и рыбаки говорят, так и охотники говорят, время, проведенное на охоте, не идет в зачет. Алексей Сергеевич, спасибо вам огромное за беседу. Мы желаем вам удачи, потому что у вас тоже, я уверена, начинается, с началом сезона охоты начинается серьезная работа. А я уверена, и не останавливается в течение всего года. Так что удачи вам на работе. Спасибо вам большое за беседу. Будем ждать вас в эфирах еще. До свидания. Спасибо. Всего доброго. И ни пуха, ни пера. И ни пуха, ни пера, уважаемые наши телезрители, тот, кто только собирается встать на путь охоты или для опытных охотников. Ни пуха, ни пера от нас, от всего творческого коллектива своего ТВ. Также хочу напомнить, что необходимо соблюдать все правила. И, конечно же, берегите природу, берегите себя и берегите своих четвероногих помощников. Это была программа «Актуальное интервью». Меня зовут Мария Гнездилова. До свидания и оставайтесь на своем. Субтитры подогнал «Симон»